друзья заход планера на посадку мы над ним летим сейчас на высокой скорости по дуге проходим а он идет на посадку сейчас дойдет до края полосы странно идет сейчас подворачивает четвертому развороту интересный заход я немножко по-другому захожу сейчас смотрим-смотрим сейчас будет разворот достаточно энергично его против ветра то есть какой большой высоты он заходят на полосу такой хотя нет нормально касание и остановочка но здесь можно приземлиться короче не так длинно длинновато он зашел только что планер приземлился и скрутил циркуляку сделал циркуля на посадке задел то ли трава высокой то ли еще что то сейчас будем заходить по короткой коробочки от горы потому что надо аккуратненько зайти чтобы ему не помешать грубо говоря чтобы него не урезаться оцениваю все параметры все хорошо я точно приземлюсь до него если нет то уйду вправо так закрыл окна 6 интерцепторы проверить как тормоза работают есть ну что погнали я буду использовать это 140 км в час скорость почему скорость повыше 140 ну потому что ветерочек приличный турбулентность и так далее как правило здесь идет заход на чуть более повышенной скорости вот вы видите склон я прижимаю сейчас к склону и подхожу к точке четвертого разворота регулирую высоту этого разворота видите я максимально к склону прижался чтобы у меня была максимально максимальный запас по возможности пройти деревья всевозможные вот да болтанка сильно и понятно почему досталось этому парню выпускаю полностью тормоза подхожу к земле выравнивание выполняю лечу 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 еще лечу и крик пока лечу об касание и торможение а он немножечко оттащил планер и мы паркуемся на краешек плата нашего да славная была охота ну как тебе посадочка нормально красиво ну понятно хорошо что нет я тоже рад хорошо что делать не он нормально приземлились красиво зашли хорошо трава достаточно высокая надо косить уже давно да ну вот это опасная штука называется циркуль можно так хвост оторвать я может быть этот момент заснял не знаю друзья на телефон я снимал его посадку поэтому попробуем вставить в это видео случайно получилось вот бывает делает циркуль я сам делал циркуль один раз такая была вот трава в орле ну примерно такая же как здесь вот сейчас по высоте то есть ну здесь скоро скосит ее и я провалился в нору от собаки рыли мушей и получилось планер ехал попал в норку крылья сыграли вниз и одно крыло зацепилось за траву и меня просто мгновенно на 180 градусов развернуло я дальше ехал хвостом вперед так что даже руководитель полетов сказал ты там цел как вообще а я открываю глаза первым делом думаю ну не как открываю я вот прихожу в себя и думаю хвоста цел обычно в такой ситуации очень часто бывает отрывает хвост я раз назад смотрю хвост цел и закончилось хорошо и на этом планере я однажды сделал циркуль на взлете на аэродроме пацаны в литве росла достаточно высокая трава это уже была кочкой примерно та же ситуация на кочке крыло сыграла вниз цепанула траву меня мгновенно развернула с работающим двигателем ну хорошо скорость была небольшая там километров 30 сейчас провернула я тряхнулся с планером все в порядке но с тех пор я конечно полностью оцениваю вот эту вот коварность этой травы высокой цеплючий и надо быть очень внимательным особенно когда посадка куда-нибудь идет в пашню в рожь пшеницу там практически невозможно приземлиться так чтоб тебе не закрутило поэтому там нужно заходить принимая поверхность вот этой пшеницы за поверхность поля ну аэродрома делать вот это выдерживание и на минимальной скорости уже вот в эту пшеницу так фу опускаться и тогда планер если симметрично это сделать он вязнет в этой пшенице мгновенно почти останавливается на высокой скорости делать этого категорически нельзя был незабываемый случай одна девушка летала в италии и переоценила свои силы там один день выиграла у всех а на следующий день куда то рванула и рванула туда куда летать было нельзя и заходя на посадку занервничала зашла на высокой скорости попала пшеницу и на вот этой дикой скорости у нее просто оторвало оторвало крыло то есть расстыковался планер фюзеляж дальше поехала крылья в пшенице остались ну ничего потом из двух планеров сделали один чтобы было понятно какие сложности ждали нас на посадке вот эти как деревья колбасит жутким образом колдун показывает существенный ветрище планер который сделал циркуль уже едет домой а вот заходит на посадку планер еще один у вас раз ровно ровно на нас идет среди из красивых гор облачных сейчас посмотрим как он приземлится заходит от склона делать разворотик это не не так прижимаются к склону как я люблю прижиматься шум ну зато смотрите как красиво и козла даже не сделал молочинка и остановился рано но вот это профессионал реально круче чем мы приземлились очень хорошо мы все-таки вышли за пределы асфальта и укатились поля подальше молодец вообще зачет призачет если заходим мы от склона то прижимаясь хорошенько к склону и имея минимум высоты но какой-то запас по скорости бы эти деревья проскакиваем на минимальной высоте и это максимально безопасно потому что скорость позволяет хорошо маневрировать планеру очень четко сделать выравнивание то есть вообще так от всех неприятностей защищает а вот собственно побочный эффект скорость это высокая энергия как видите вот мой планер стоит ну мы примерно на одной линии этот все-таки чуть ближе то есть большой запас энергии вынуждает уезжать дальше улетать дальше рассеивать эту энергию и в самом худшем случае если аэродром маленький или поляна маленький может этой поляна не хватить поэтому нужно тренироваться еще и заходить коротко вот сегодня он коротко у меня не получилось шутки дует ветер принцесса прицеплена к верму т4 и вот наш коллега как вы видите очень красивый планер смотрится сейчас поясню друзья почему так получилось еще с планером дело в том что вот здесь везде приходят с гор свиньи за ними охотятся охотники охотники охотятся за свиньями вот на этой горе рамбур над которым мы летаем и свиньи сбегают с этой горы и так сказать сколько сколько прыг так прыг и уходят вот в этот лес в котором охотиться нельзя и с этого леса благополучно ходят рыть поле вкусные корешки здесь у нас всякие шампиньончики растут и так далее они все это роют и оставляют ямы в эту яму возможно попал планер крыло качнулась снизу цепилась даже за вот эту мелкую травку и от этого мог получиться циркуль на самом деле конечно родром нужно косить и сверху вы если вы посмотрите внимательно он уже покошен почти но немножко как обычно не хватило машина едет сова по взлетной полосе сзади наш планер едет и видите вот здесь покошенная травка в чем собственно разница ровненькая такая хорошенькая миленькая такая должна быть друзья все таки все не закончилось так как нам катилась хорошо сложилось шасси у планера потому что то есть владелец его прекрасно его вез все вы прекрасно видели это но на подъезде сюда видимо из-за вот это вот вращение основная стойка сложилась и мы сейчас будем ее ремонтировать со слов пилота проблема именно та высокая трава то есть у него в конце крыла на конце крыла есть небольшие колесики попробую показать вот небольшие колесики на конце крыла на которых это все может скользить и если бы грунт был вот таким как здесь то спокойно скользит по траве колесо никаких проблем не возникает на высокая трава цепляется плюс еще второй фактор который присутствует это как можно поступить в таком случае 5 человек или 6 подняло этот планер макс макс помог конечно подняли подняли на тележку и теперь тебе нравится лучше но лучше такого не делать поэтому так у нас канал оптимистичный я посмотрел при заходе что в целый хвост у человека все хорошо у него закончилось но это вот вам будет такое видео что какие сложности бывают на посадке ну такие циркуль бывают и важно качество аэродромов чтобы их не было до новых встреч глубоко уважаемые любители летных видов спорта до новых более позитивных роликов аэродромов чтобы их не было до новых встреч и Продолжение следует...